Мы в очередной раз убедились, что выборы убиты как институт напрочь. Они начисто лишили выборы всякого политического содержания и пытаются заменить это содержание какой-то клоунадой, каким-то цирком. Вот эта история с ежом, или, например, в этот раз креаторы Киренковские старались, придумали идею, а давайте оживим картинку. Ну, на уровне картинки же очень многие принимают процесс. Оживим картинку, приведем на избирательные участки детей. И, в принципе, в стране во многих местах об этом много писали и рассказывали с удовольствием. Детсадовские учителя вели детей, не учителя, а воспитательных. Нянечки-воспитатели, да? Да, да, да. Вот они приводили толпы детей на избирательные участки, обеспечивая таким образом шикарную пропагандистскую картинку. Ну, то есть, вот эта фраза о том, что выборы превратились в цирк, в шоу, она сейчас обрела реальное звучание. То есть, это уже не метафора. Знаете, я в этой связи вспоминаю, в Америке, например, вот в веке 18-м, в 19-м, ну, вот при соответствующем уровне развития социума, так сказать, когда большинство граждан еще безграмотны, вот выборы так и проходили. Ну, то есть, вот тогда день голосования, это праздник с выпивкой, с танцами на площадке перед избирательным участком. Вот так людей на выборы завлекали. Но это было вот 200, ну, там, 150, даже 200 лет назад, понимаете? А в России это сейчас происходит. Ну, вот просто уровень архаики, в которую погружают Кремль страну. Знаете, я в этой ситуации хотел бы вот о чем сказать. Значит, огромная и совершенно недооцененная роль вот сейчас у ребят, которые по-прежнему, несмотря на то, что выборы превратились в полонаду, вот я, ну, при том, что я значительную часть своей профессиональной жизни профессионально занимался выборами, вот эти выборы долгое время были для меня хлебом буквально. Вот, вот даже я сейчас перестал за ними следить. А есть люди, которые это делают, в первую очередь, это статус «Голос». Значит, лично хотел бы напомнить с Григорием Меккальянцем, который уже год как сидит в тюрьме, его посадили год назад, как раз в преддверии президентских выборов, чтобы «Голос», так сказать, поменьше путинской вот этой легитимизационной, специальной легитимизационной процедуре мешал. Вот «Голос», есть Аркадий Любарский, есть, ну, еще ребята есть. Вот, сейчас вот кажется, что они занимаются какой-то вот совсем уже ерундой, ну, знаете, это как какие-то там астерологи, знаете, там, глинописные, эти, как клинописные глиняные таблички там выкапают из земли, сидят расшифровывают, кому это надо, да. На самом деле эта штука имеет колоссальное значение, потому что институты, они никогда не умирают навсегда. В какой-то момент они возрождаются в этом их отличие от людей. И в какой-то момент в стране пройдут первые свободные выборы. Они были в Германии после Гитлера, они были в Испании после Франка, они были в Португалии после Салазара, они были в Советском Союзе в 89-м году, они были в Польше тогда же, нет, в 91-м, неважно, в общем, когда Солидарность победила, да. А, нет, это тоже в 89-м, почему? Это конец весны 89-го года, да. Значит, и у нас они тоже будут. Даже неважно, как это, мы туда придем, да, будет ли это там после смерти Путина, будет ли это в результате там его совершения, в результате какого-то элитного заговора, будет ли это в результате реформ каких-то, в результате революции, все равно рано или поздно эти выборы пройдут. И очень важно провести их, как только станет возможно, будет не затягивая, потому что, вспомним печальный опыт Временного правительства, которое затянулось выборами в учредилку, в учредительное собрание, да, и в конце концов прозевало удар от большевиков и лишилось власти. Вот, одна из причин поражения, это как раз то, что они оттягивали эти выборы, которые, на самом деле, должны, обязались провести как можно быстрее. Значит, поэтому, и как проводить эти выборы, по каким правилам? Ведь, ну, не по нынешним кремлевским, они, избирательное законодательство, они просто его, ну, там, растоптали, понимаете? Институциональные основы нормальных свободных выборов, ну, типа, там, конкуренции, равенство кандидатов, значит, возможности независимого наблюдения, там, это все уничтожено вообще напрямую. Соответственно, выборы надо будет провести быстро, перед этим предварительно переписав правила этих выборов, кто этим будет заниматься. Вот как раз те немногие, вот, ребята, которые, как эти ассерологи, сейчас расшифровывают эти, как нам кажется, бессмысленные глиняные таблички, вот именно благодаря их наличию мы сможем, я надеюсь, сможем, а может и не сможем, кто его знает. Не каждый демократический транзит, к сожалению, бывает успешным, но мы хотя бы можем попытаться с опорой на них эти выборы провести, поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать ту работу, которую они делают. Они вот сидят и скрупулезно выпускают свои доклады. Подпишитесь на телеграм-канал «Голоса», или там заходите на их сайт, они выпускают отличные доклады, они сидят и системно все это вот суммируют, описывают все вот те изменения в избирательном законодательстве, по которым российские власти в последние годы организовали, прям поток, да. То есть я, например, просто перестал за этим следить уже, да. А они вот сидят, это вот не ленятся, пишут скрупулезно. И вот именно наличие таких людей позволяет нам надеяться, что когда-нибудь наш новый демократический транзит удастся. Вы знаете, Абас, я вчера как раз вечером открыла их пост, сидела, медитировала над этими цифрами и пыталась хоть что-то интересное, какие-то интересные итоги подвести. Но там, понятно, у большинства, в том, что касается губернаторов, больше 80%, но есть при этом довольно интересные цифры. Например, Алексей Смирнов, который был исполняющим обязанности губернатора вот все это в последнее время, и при том, что в Курской области была рекордная явка, ну, понятно, что ее, наверное, скорее всего, нарисовали, он набрал не так уж много, 66, ну, 67% голосов. И, конечно, интересно Беглов, который тоже набрал 67% голосов. Смотрите, как исказилась наша реальность, да, 67% голосов. Это уже вызывает вопрос. Да, да, то есть, значит, результат, который абсолютно недостижим для, допустим, американских кандидатов в президенту, у нас в нашей извращенной политической реальности считается низким. Ну, действительно, по сравнению с Хабировым, там, главой Башкирии, который традиционный башкирский процент себе нарисовал, там, по 71, да, по-моему, ну, чуть больше 80, вот, конечно, Смирнов выглядит чуть более скромным. Я думаю, что они просто, ну, понимаете, хоть чуть-чуть там достоверными попытались выглядеть, ну, потому что результат в 60, ну, там, в 70, да и 67, на самом деле, тоже, это результат, который, ну, абсолютно невозможно поверить. Ну, понимаете, человек, которого подавляющее большинство жителей региона еще там два с половиной, три месяца назад вообще не знали, вот, представить себе, что в ситуации, когда власть курская, да любая вся федеральная власть, на самом деле, образ власти, он в значительной степени такой интегральный, знаете, ну, то есть, если падает рейтинг федеральной власти, он тащит за собой региональный, наоборот, если федеральная растет, она тащит за собой региональный, ну, то есть, в нынешней ситуации нисходящих трендов, конечно, предположить, что вот люди массово в Курской области, где сотни тысяч беженцев непрекаянными, значит, мотаются там, да, где они даже свои нищенские 10 тысяч не могут от государства получить, когда сама по себе цифра 10 тысяч тоже издевка, где несколько муниципалитетов оказались полностью под контролем врага, жестокого врага, который, как известно, едва заходя в населенный пункт, тут же начинает ставить кресты, и на которых начинает разрешивать мальчика в трусиках, нам же об этом Первый канал рассказывал, мы же это знаем, вот, это же не какие-то там гуманисты, это же фашисты, нам же говорили об этом, и вот они с ранними властей оказались в оккупации нашей, сограждане, тысячи наших сограждан под этим жестоким врагом, вот, и, ну, и в этой ситуации, ну, как может быть, что люди вот там бросятся толками на участки, да, и будут массово голосовать за власть, которая не оправдала доверие, ведь все же знают, что в Курской области там, значит, миллиарды рублей выделены на строительство укреп-рубежей, и с пафосом они были построены, их показывали по телевизору, и приезжал Турчак, который, ну, правда, вот этот сюжет я рассказывал, это не из Брянской области, но это все, значит, одна история, одна и та же там засеченная полоса у них была, значит, приезжал Турчак и говорил, ну, все, теперь мышь не просочится, ВСУ понадобилось от одного до двух часов для того, чтобы взломать эти укрепления, понимаете, где деньги, Зин, как говорится, ну, вот, миллиарды выделились, понимаете, то есть вот при наличии всего этого, да, там, значит, ага, там, значит, в первый день они нарисовали явку в пятницу, 45 или там 46%, ну, под 50%, понимаете, до воскресенья основного дня голосования еще не дошли, уже явка 45%, потом, понятно, они в субботу-воскресенье резко снизили, когда поняли, что бред получается, вот, ну, то есть картинка, в которую вообще невозможно поверить, ну, то есть окончательно прямо самим выходить и людям говорить, людям мы врем, не верим ни единому наше слово, ну, то есть поскольку картинка абсолютно завиральная, да, ну, они попытались ее смягчить, значит, и явку вот после, начиная пятницы, начиная с субботы-воскресенья, они пытались показать минимальный, значит, и процент показались показать небезумный, вот, но при этом, понимаете, тут вошли в интересы, в противоречие интересы политического блока, которому важно доверие по отношению к системе и некий реализм, и всего остального чиновничьего аппарата, включая самого губернатора, которому, значит, главное показать Путину, что он контролирует ситуацию, что он справляется с руководством административного ресурса, то есть административный ресурс по-прежнему и есть, так сказать, да, то есть человек, для которого референтная группа не населения, да, а Путин, надо показать ему, так сказать, ну, вот свою способность контролировать аппарат, да, и он пытается максимальную явку нарисовать, максимальный процент загнать, да, а Кремль снаружи, так сказать, давит там, ты давай не ври, как говорится, да, не завирайся, вот, ну, и вот сумма у них вот этих двух векторов, это вот эти 67 процентов, тоже, конечно же, результат абсолютно недостоверный, поверьте, политтехнологию, невозможно достичь такого результата в такой ситуации, ну, то есть уровень людей, которые придут на выбор, будет масштаб, вот, их количество будет минимальным, количество людей, которые будут голосовать протестным, точно будет больше, чем количество людей, которые будут голосовать за, да, поэтому эти люди, ну, 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 то есть, ну, даже половины от этого процента, так сказать, не будет, да, до трети не будет, наверное, ну, то есть просто абсолютная ложь. Зачем эти выборы вообще государству? То есть это попытка сохранить вот эту видимость легитимности какой-то, и вообще... Ты предлагаешь их просто отменить и не проводить? Не знаю, мне просто интересно... Не, Володь, ты правильно разговор... Ну, вы задаете правильный вопрос. Какие она ставит для себя задачи? Привезти на участки, я не знаю, там, 40% населения. Если у тебя, ну, вообще все вырезано. Я понимаю, раньше они играли в эту игру, когда тебе надо так или иначе нарисовать по всей стране вот такой результат, и ты каждому региону, каждому участку, каждому вику даешь задание, и у тебя там сидят эти учительницы, они понимают, что им надо вбросить 315 бюллетеней, чтобы сошлись везде данные. В Москве они через ДЭК подкручивают, там карусельщиков подключают. Здесь еще какая-нибудь технология, разрешили 3 дня голосовать, они ночью эти пакеты вскрывают, давай туда бюллетени насыпать. Здесь у тебя начальница этой комиссии переворачивает бюллетень, самую урну трясет на спине, как черепаха, перевернувшаяся на панцирь, для того, чтобы как-то не было видно, что прям пачкой они там лежат. Но сейчас-то зачем? Уже никого не осталось. Сейчас скажут там трем идиотам выйти против Беглова. Выйдут, возьмут под козырек и будут пургу, какую-то ахинею нести. Кстати, голос очень хорошо описал петербургские выборы. Значит, один из кандидатов, он там кандидат от зеленых был, он прямо изо всех сил работал на то, чтобы повысить свой антирейтинг, снизить свой собственный процент. Представляете, кандидат работает против самого бюллетня. Кажется, что все три там такие были. Один предлагал запретить въезд в город бензиновых машин. Другой предлагал запретить иностранную музыку. Это он за Джо Досена взялся? Извините, я тоже могу как бы туда заглянуть немножечко поглубже в прошлое. А у третьего предложение переименовать Петербург во что? Правильно, в Ленинград. Там все гениальные. Да-да-да, ну вот, значит, они вот прямо, ну то есть это действительно клоунады, конечно, когда, значит, ну прямо не стесняясь работают в интересах беглого. То есть демонстрируют, что они не полноценные политики, которые стремятся к власти, ну для политики естественно стремятся к власти, как он иначе реализует свою программу действий. А всего лишь подыгрывают, не претендуя на власть, подыгрывают основному кандидату. Да, то же самое у нас было на президентских выборах, когда Кремль побоялся зарегистрировать тех, кто выдвигался сам, да, даже таких, казалось бы, не опасных людей, как Дунцова, которую на тот момент никто не знал, там совершенно безвестные, муниципального уровня, значит, журналисты. Или Надеждин, который тоже никогда не был лидером оппозиции. Вот, даже их побоялись зарегистрировать, зарегистрировали только тех, кого сами назначили. Вот, и кто начал свою избирательную кампанию, напомню, все они, включая Дованкова, отвечая на вопросы, в самом начале, как только их регистрировали, всех спрашивали, ну вы как, планируете побеждать? То есть ни один из них не сказал, что планирует. Вот, все сказали, что, да нет, вообще-то, конечно, Путин наш президент. Вот конкуренты, да. Поэтому цирк, конечно, клоунада. Ну, Володя, выборы превратились в такой чемодан без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко. Строго говоря, они уже не исполняют свои задачи легитимизировать систему ни в коей мере. И, в принципе, их можно было бы Кремлю и отменить. Но сама отмена выборов, эта штука будет крайне непопулярная. И вот они просто не хотят совершать явно непопулярный шаг. Дело в том, что отношение к любому институту, оно как бы на двух уровнях существует. Оно существует на нормативном уровне, вот отношение к выборам, ну там, пер се, так сказать, к выборам, какие они должны быть. И отношение к нашим реальным нынешним выборам. Это не одно и то же. И когда ты фальсифицируешь выборы, это всё вот идёт работа в плоскости наших реальных выборов. А когда ты начнёшь ликвидировать выборы как институт, это чуть под другим углом будет рассматриваться обществом. Тут уже вот эта нормативность появится. А на нормативном уровне отменять выборы, ну это прямо самоубийство с точки зрения легитимности. Ну, то есть возьмите опрос любой. Значит, я вспоминаю Циркон, например, спрашивала о том, как должна, перед ней задолго перед войной уникла, большой опрос о ценностях, так сказать, об отношении к политической традиции российской. Да, и про выборы там речь шла. Как должна формироваться муниципальная власть? Значит, разные варианты предлагались. Региональная и федеральная. И по всем параметрам от 70 до 90% людей говорили, что, конечно, выборы. То есть на нормативном уровне понимание, что власть должна формироваться в результате выборов, оно есть, оно никуда не делось. То есть источник власти, народ. На нормативном ценностном уровне это в сознании россиян зафиксировано. Да, на практике это реализуется плохо с трудом. А вот, повторюсь, на нормативном ценностном уровне это аксиома. Вот, и поэтому отмена выборов это будет крайне непопулярный шаг. В 2004 году власть могла себе еще позволить на это пойти. Этот шаг тоже тогда не был популярен. Вот, но его простили Путину. Потому что Путин тогда был, так сказать, на восходящем тренде. Вот, и люди, ну, в принципе, доверяли ему. Ну, то есть, ладно, ты вот обеспечиваешь рост уровня жизни, ты обеспечиваешь, значит, вот чувство принадлежности к великой державе, наведение в порядке какого-то стране. Ну, то есть нам нравится то, что ты делаешь. Поэтому вникать в нюансы. Ну, мы доверяем тебе, мы видим результат, он нас устраивает, мы доверяем тебе. Поэтому, значит, бог с тобой. Ну, раз ты говоришь, что выборы не нужны, выборы губернаторские. Не все выборы отменяют, только губернаторские. И при этом прям говорили, что, ну, нет, выборы городских глав, конечно же, нужны. Те самые, которые сейчас уже отменены. В тот момент Путин говорил, что, конечно, они нужны, там, даже никаких сомнений. И федеральные уровни выборы нужны. Вот, но региональные отменили, губернаторские. Вот, и, ну, Путин, ну, люди, то есть, махнули рукой, поскольку, повторюсь, в целом был тренд на такое восхождение на доверие, да. Ну, главное, раз ты считаешь нужным, делай. А сейчас же не такая ситуация. Сейчас тренд-то нисходящий, понимаете. Люди разочаровались в курсе, они не верят в курсы. Поэтому сейчас все неоднозначное уже начинает трактоваться против власти. То, что раньше трактовалось в ее пользу, сейчас трактуется уже не в ее пользу обычно. И тем более такое однозначно негативное, как отмена выборов. Да, поэтому, понимая, что это будет непопулярный шаг, они на него не идут, потому что, ну, то есть, они считают, что легче проводить выборы вот в виде вот этой клоунады. Они сейчас уже не требуют какого-то колоссального перенапряжения ресурсов, да, потому что, ну, уничтожена конкуренция как таковая. Поэтому, ну, можно, так сказать, не сильно напрягаясь там рисовать, продолжать процент, который сочтен нужный. Бог с ним, пусть будут. Вот как-то так. А тут я хороший комментарий видела от МИХ зрителя. Вот сходил на выборы, пишет, я потеряла, не смогу точно процитировать. Сходил на выборы, проголосовал за чела из новых людей. Видимо, он тоже прошел по боту, который советовал за кого голосовать по принципу умного голосования. Ну, все, написал, что, скорее всего, результаты будут подтасованные, потому что в Москве ДЭК. Но самый главный вывод, который он сделал из вчерашнего дня, сходив на выборы и проехавшись по Москве, что стало очень много женщин-ментов. Видимо, мужчин, пишет нам, наш зритель, всех отправили на СВО. Я предлагаю от темы выборов... Простите, можно еще? Да, да, конечно. Потому что все, что я говорил, оно не имеет отношения к конкретному, так сказать, человеку, конкретному слушателю, в том смысле, что в этом нет рекомендаций, как вообще себя вести, ходить на выборы или не ходить на выборы. Я предлагаю иметь в виду, что ваша неявка, она ничем не помешает режиму. То есть они любую явку нарисуют. Явка рисуется на раз-два, вот в нынешнем условии. Значит, а вот если вы придете и, например, не за новых людей проголосуете, которые сейчас тоже такая же партия за войну, как и путинская... Абсолютно, да. Единая Россия. А вот если вы там испорти бюллетени, напишите против всех, то, как минимум, члены избирательной комиссии увидят это. И, значит, если это сделают многие, то члены избирательных комиссий будут знать о том, как на самом деле настроено общество. Вот когда вы не приходите, вашу неявку можно интерпретировать как угодно. Если вы-то всем довольны, вы тоже не придете. А что ходить-то, все нормально. То есть в этом меньше оппозиционности, чем в испорченном бюллетене. Если вы не можете повлиять на всю, там, весь социум, проголосовав тем или иным образом, попытайтесь повлиять хотя бы на настроение членов избирательных комиссий. На самом деле их не так много. В России порядка 100 тысяч уиков участковых избирательных комиссий. Значит, поэтому до миллиона человек – это члены избирательных комиссий. Если миллион человек в стране будет знать, что народ приходит и голосует против, прям портит бюллетени, прям массово, ну, знаете, это знание в кармане. Вот утаить будет трудно. Значит, сказал другу, пошло по кругу. Вот то, что таится, значит, в голове одного человека, если он никому не скажет, это, ну, это никто и не узнает. А как в народе говорят, что знают двое, знают все. То есть если миллион человек знает о том, что народ реально голосует против и пишет там, нет, там, Путину нет единой России, или там против всех, да, ну, это достаточно эффективная форма протеста. То есть на сегодня это самая эффективная из тех, что доступны. Когда без всякого риска, потому что никакого риска в этом нет. За испорченную бюллетень не сажают, то есть даже если каким-то образом узнают о том, что вы там написали против всех. Это сделать бюллетень недействительным, значит, да, кстати, когда пишете против всех, обязательно галочки надо проставить, значит, во всех квадратиках. Вот это на сегодня самая, пожалуй, эффективная форма протеста из тех, что доступны массовой аудитории. Я не говорю о радикальных формах, там, уехать, там, значит, в Украину, вступить в ВСУ, там, ясно, что для подавляющего большинства, ну, потому что подавляющее большинство люди не готовы к слишком большим рискам, да. Для большинства это неприемлемо. Ну, вот, и идти, там, диверсии на железных дорогах устраивать, это для подавляющего большинства тоже неприемлемо. А для подавляющего большинства... А прийти на выборы и написать против всех и галочки проставить везде, это... в этом нет никакого риска, это доступно десяткам миллионов наших сограждан. И, повторюсь, это то знание, о нем не расскажут по телевизору, но, что называется, вот эта народная молва, значит, она будет об этом говорить. Мне кажется, любое действие, тем более такое политическое, как прийти на участок, не знаю, высказать свою позицию, вот, подобным, может быть, образом, как предлагает Аббас, да, расставить несколько галочек в разных окошечках, тогда бюллетень будет точно недействительный, будет считаться испорченным. Ну, и вот Аббас говорит, можно, да, добавить графу против всех. Однако, на избирательном участке Петербурга, где проходили выборы в муниципальных депутатах губернатора, задержали наблюдательницу Марину Попову. Как сообщала Фонтанка, она пустила бюллетень в урну с пацифистским высказыванием. Муж ее рассказал в ВДИНФО, что на бюллетене было написано «Нет войне». Якобы это увидел один из людей, который пришел проголосовать, когда бросали бюллетень. Он раскрылся внутри. И вот это и наблюдали. В итоге полиции в отношении Марины Поповой составили протокол о мелком хулиганстве. Она, конечно, с этим не согласна. Считает, что никаких правонарушений она не совершала. Но полицейские также намереваются составить еще один протокол по статье о дискредитации армии. Поэтому, если вы заметили, я не предложил написать «Нет войне». Я предложил написать «Против всех». Потому что я понимаю, что, да, бюллетень раскрывается иногда, когда ты его бросаешь. И в прозрачной урне это можно увидеть и прочитать. И рядом с урной может стоять член изградной комиссии или даже полицейский. Это уже риск, поэтому я этого не предлагал. А во фразе «Против всех» нет никакого преступления. Здесь никаких протоколов никто не составит. Это законное, зафиксированное законом право человека. Вот так он видит, так сказать, такое отношение к делу у него. У нас три минутки, к сожалению, оставилось. Но у нас как бы заявлена была тема. Мы хотели вас спросить о том, что происходило вчера в Тель-Авиве. И полмиллиона человек вышли на улицу. О том, что мы и в прошлые разы с вами эту тему поднимали. И вы говорили, что, ну, постоянно, каждый, я так понимаю, в воскресенье выходит. Но в этот раз количество людей, конечно, больше. То есть миллионный город. Да, вернее, миллиона даже нет. Вот. Да, поэтому цифра, конечно, огромная. Ну, надо понимать, естественно, что туда приезжают люди из соседних городов. Центр Израиля достаточно густонаселен. Но, тем не менее, тут всего населения меньше 10 миллионов. Понимаете? То есть полмиллиона – это уже, значит, мощная цифра. Особенно с учетом того, что, ну, как минимум 20% из этих 10 миллионов, то есть одна пятая часть – это арабы. Они редко в таких публичных мероприятиях участвуют. Израильские арабы, я имею в виду, не палестинские, а те, которые граждане Израиля. Вот. То есть мы считаем эти полмиллиона от общего, ой, должны считать от меньшего числа, а не от 10 миллионов. Ну, то есть это, конечно, протест мощный. Масштабы протестов увеличиваются. Да, люди недовольны правительством, недоняку, все более популярным становится точка зрения, что он не пытается разрешить кризис, он не пытается ни спасти заложников, ни побыстрее победить в войне. Он войну затягивает, исходя из своих собственных политических интересов. Это понимание теперь пришло к большинству израильтян. Поэтому, например, когда пару недель назад задавали социологи израильтянам вопрос, на следующих выборах хотели бы вы, чтобы недоняку выдвинул свою кандидатуру или нет? Порядка 22, по-моему, или 23 сказали, что да, и порядка 70, даже чуть больше, сказали, что нет. Не хотят, чтобы он даже выдвигался. Год, ой, год, господи, месяц остается до годовщины 7 октября. И, ну, мне кажется, правда, с каждым месяцем вопросов к правительству и к нетоняку все больше. Тем более мы узнаем о все большем количестве заложников, которые погибли. Весь мир говорит о мирных жителях, которые гибнут в Газе. Но вообще есть ли какие-то предпосылки к тому, что пройдут внеочередные выборы? И для Израиля это абсолютно нормальная история. И все-таки этот конфликт, понятно, что не затухнет, но хотя бы его интенсивность как-то спадет. Ну, конфликт вряд ли затухнет, потому что объективные причины есть. Я говорю, не затухнет, естественно. Да, досрочные выборы, конечно, по мере роста недовольства, их вероятность, что они пройдут, конечно же, возрастает, потому что люди этого хотят. Чем меньше они довольны правительством, тем больше они хотят досрочных выборов. Но, во-первых, надо понимать, что вот это правительство, это самое позорное правительство в истории Израиля, в его составе, за редкими исключениями, ну, люди абсолютно такие вот прям аморальные. Ну, то есть это вот прям, они даже и у Путина могли бы работать. Ну, то есть они по своим морально-этическим качествам, в принципе, вполне себе такие подходящие персонажи. То есть проблема в том, что Нетаньяху слишком долго правил, его антирейтинг в среде, в обществе в целом рос, все большее количество нормальных, умеренных израильских политиков. В целом-то большинство, конечно. Но они отказывались прямо уже с ним сотрудничать, и поэтому, пытаясь оставаться, так сказать, во власти, он вынужден был постоянно смягчать фокус, так сказать, своего внимания направо, привлекая в коалицию все более маргинальных персонажей. И нынешний состав абсолютно маргинален. Ну, то есть министр национальной безопасности, один из ведущих членов коалиции, не служил в армии, потому что он был судим по статье... Представляете, что такое в Израиле не служить в армии? Для мужчины здорового. Где даже женщины служат в армии. Конечно, это же позор, это вообще. Он не служил в армии, потому что его не пустили. Это как анекдот, помните, ходил. Был уволен из СС за жестокость. Его не взяли в ЦАХАЛ, потому что он был судим по статье об экстремизме, политичном экстремизме. А он возглавляет Министерство национальной безопасности, ему подчиняется полиция. Понимаете? То есть вот коалиция Нетаньяку. И поэтому формально, если никто из коалиции не выйдет, то досрочных выборов не произойдет. Тогда еще два года они будут сидеть. Может, представить, что они наворотят за это время. Это не нормальное правительство. Нормально правительство, политик, думая о будущем, в какой-то момент берет на себя ответственность, понимая, что этот шаг будет правильным и популярным, он просто слагает в себя полномочия, выходит из правительства, правительство разваливается, и тогда новые выборы. А эти не выйдут. Просто понимают, что у них других шансов снова оказаться в правительстве нет. Понимаете? Вот нет этих шансов у них. Поэтому они будут держаться, что бы там ни происходило, за это правительство до последнего. А если никто из состава правительства не вмешал, ну так тогда не будет досрочных выборов. Вот так.